здравствуйте меня зовут александр я житель города запорожье сейчас нахожусь на набережной в районе кафе сан-синки вот так свидетелем того как автовладелец автомобиля это семерка жигули госномером 36723 на вот перепарковался здесь на зеленой зоне и вышел с автомобиля водитель явно не тресном состоянии то есть человек качается человек явно неадекватен гос номер 36723 на николай анна это район чего это район набережная это набережная это 50 метров не доезжает до кафе сан-синки со стороны зеленого насаждения вот где тут у нас берез может быть какой-то патруль подъехать на месте нахожусь здесь вот в принципе могу засвидетельствовать водитель сейчас вышел с автомобиля недалеко от машины находится но явно не адекватно сейчас я передам информацию патрулям ближайший сейчас направим хорошо спасибо большое слышь ребята а куда вы в таком виде собрались ехать куда вы в таком виде ехать собрались сейчас на вараж в бухие куда вы будете ехать нам 300 метров это не имеет значения абсолютно не имеет значения но я знаю но тем более 300 метров дорожал здесь пацаны никуда не поедешь я вам по пацанячу 300 метров а я по пацанячу тебе прошу вызови такси оставь машину здесь я знаю пацаны я вас видел вы с кинтом нормально происходит именно ты же понимаешь ты никуда не поедешь зачем 300 метров не машина будет у меня в целостности сохранность не дело о машине ну мы вызовем ментов они вас оформят зачем вызывайте вызывайте я ехал вызывай ну что значит ехал я ехал я свидетель когда ты приехал этого и я приехал ты меня видел я тебя видел зафиксировать точноazuje так что歡迎 оформляет оформляет более sınız я тебя говорю панорам я видел это раскидываю я велика как раз гибра и давай давай видеть это ситуация видел как ты раскидываете продавать оформишь а что ты можешь за потерь я не могу понять я тебя прошу нормально дид sau нормально идти а ты трезвыйet я трезвый абсолютно мосесια ты хочешь чтобы Я не ехал пьяный. Посмотри сколько людей. Я не еду пьяный. Посмотри, ты сюда пьяный приехал. Посмотри как gets машин. Ты пьяный приехал что Пьяный. Что ты хочешь накачнуть именно? Что вы хотите набрать. И посмотри как вы себя ведёте, вы два пьяных человека. Ну, и что теперь? Ты что хочешь от меня начи ... Я нормально тоже разговариваю. Ты пришел ко мне, пристал. Тебя, это твоя жизнь или моя жизнь? Это жизнь моя, потому что... Ну и все, иди и там раскидывай. Гаишникам иди и раскидывай. Их сейчас реформируют и все. Какого хера ты до меня доебался, ебать? Что ты нахер хочешь от меня? Я не сажусь в пьяный за руль. Ты видел, что я пьяный сел за руль? Ты зафиксировал это? Ютуб вылаживает, будет ситуация. Посмотрим, все посмеемся. Ну и что? Что нахер надо, ебать? Что ты пьяного вылезла? Я знаю, я уважаю... Руками трогать не надо мне. Руками трогать не надо. Ты пьяный, никуда не уедешь. Вот и все. Я тебе писал, нормально. Я уважаю тебя, мне нравится. Я смотрел сам очень много раз именно, как ты происходишь именно в сам момент. Не набрасывай, заебешь, что ты такие давать, ебать, блядь. Заебешь, что ты пыль глотать в сырую погоду, ебать, блядь. Слышь, что ты... Что? Что такое товарищ? Что такое товарищ? Вызывай, давай, вызывай. А он, а он, вызывай. А ты что, а что еще ты делал? Что ты будешь рассказывать? Сейчас вот... Руками пьяный приехал. А давай не пьяный приехал. Ты экспертизу провел мне? Ты мне сейчас провел экспертизу. Что ты будешь набрасывать? Что ты будешь набрасывать? Да не, подожди. Я знаю, как он рассказывает, я знаю, блядь, эту хуйню нахуй. Это человек сильно пьяный, доебался сильно до нас. Ты молодец, я уважаю, ценю вот меня, пацаны. И, короче, хочет нас бить. Да, это хорошо. И я все остальное. Это 300 метров, да. Зрупа людей. И он пришел и предупреждал тебя. Я человек с зоны АТО приехал, с Почерокина. А мне хотят обидеть. Я не знаю, как они хотят меня обидеть. Ну, блядь, они, сука, получат свое. Вы мне экспертизу провели кто-то. Ему или мне. Вы провели... Ты провел экспертизу. Ты нам набирает. Ты провел кому-то из нас экспертизу. Сейчас мы все проведем. Сейчас мы все проведем. Эй, 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 ты никуда не... Руки, руки, руки. Еще раз, руками тронешь меня, я дам тебе в лоб. Я тебе говорю по-нормальному. Просто руки убери. Ебать, человек, дай мне ключи, пожалуйста. Я монтировку достану. Монтировки две можешь достать. Здравствуйте, я звонил вам полчаса назад, спросил патруль на набережную. Юра, ты прошу. Где есть молодые люди, которые в пьяном виде пытаются уехать на автомобиле. Значит, патруль направлен туда к вам. Выехал патруль из Чеченковского района. У меня два патруля в городе, ровно два. Хорошо, если можно, просто люди, я сейчас... Сейчас подъедет экипаж, встанет возле сазы. Да, хорошо, давайте. Встай от меня, е-мое. Че ты ко мне пристал? Я в гараж хочу поставить. Попроси кого-то. Друга какого-то попроси, поскорее. Все пьяные, потому что выходной. Че ты ко мне пристал? За рулем же не ездит пьяный, даже выходной. Че ты ко мне пристал? Да, потому что ты пьяный за рулем. Вот реально, че ты ко мне пристал? Объясняю. Ты пьяный за рулем? Я не пьяный. Ну как это ты не пьяный? Ты экспертизу провел или что? Что ты кричил, соперник? Вер, ты меня видел, чтобы я вышел из-за руля пьяный? Я подошел к машине, к своей, она здесь стояла уже, и все. Пошли нахер. Пьера, идем. Я широкий навернулся. И что там, как? Так ты, пойди, пойди, е-мое. Что ты здесь ходишь, цепь со своим снимаешь. Нас, мужики, защищать вот этот человек. А тут он давить может нас, да? Нет, нет, ты не перекручивай. Не имеешь свойства перекручивать. Я знаю, как ты умеешь свойства перекручивать. А ты пьяный за рулем ездил. Ты меня видел? Что я из-за баранки вышел? Да, бухой. Да, бухой. И потом пил пиво. Ты уже обманул именно. Это уже клевета, да, пизденение на души. Слушай, записывай диктофон, это все, да, пизденение на души, блядь. Сейчас оно нахуй никому не надо ебать. Иди. Заебал. Если еще раз подойдете к нам, я вернулся в Широкино. У нас водитель интересный. Все нормально. Твою жопу защищают. Что дальше? Тебе нормально спиться ночью? Скажи мне, тебе нормально спиться? Я бычу. Как ты себя ведешь? Думаешь, мне страшно? Я не знаю. Тебе страшно? Это моя машина. Ты защитник. А ты пойди в Широкино и посмотри, как там, страшно или нет. Понял? Ты думаешь, ты ведешь себя как-то страшно? Я не могу понять. Ты к чему мне это рассказываешь? Ты пьян? Пойдешь в Широкино, пойди. Я не езжуешь. Друг трезвый полностью за рулем. Сейчас придет ГАИ, проверит это. Проблем нету. Я не завел автомобиль. И ты меня не видел. Ты меня не видел. Да тебя видела, тут куча людей же. Ну и что, я приехал. Я приехал. Да, ты приехал. Ты клевесишь. Да есть куча свидетелей. Куча свидетелей. К чему ты это говоришь? Поставь машину. Я извиняюсь, что я беспокою вас. Дело в том, что мы тут уже находимся 45 минут. И хотелось бы узнать, все-таки патруль приедет. Нам ожидать его? Или же самостоятельно блокировать автомобиль? Нет, ну патруль приедет. Я направил. Но я же не могу вам объяснить ситуацию. У меня два патруля в городе. Вы представляете? Вообще на Запорожье два патруля. Я представляю. Ну здесь чрезвычайная ситуация. Это центр города. Вечер. Здесь куча людей на набережной. И два пьяных неуменяемых человека. Вот сейчас один патруль пьяного оформляет. А второй патруль... У меня мотоциклисты по бульвару Шевченко людей давят. Тут они сейчас... Я понимаю. То есть вы говорили, что патруль к нам выехал. По факту... Патруль, я сказал, сейчас пьяного они оформят. Они сразу приедут на санкет. Хорошо, тогда мы ожидаем. Спасибо большое. Они никуда больше не поедут. Хорошо. Что? Я просто забью телефон, ты чё, блядь. Не надо ничего забивать. Никакой телефон. Я ехал. Телефон не надо. Я ехал. Да. Все видишь? Покой. Покой. Выши на руля. А соседи вы все или что? Вы чё? Так ты так не говори. Тогда вы чё, блядь. Я? Я вашу жопу всех защищаю. Вы чё? Я живой, блядь. Вы мором живой. Я под логом подеду вашу жопу защищать. Вы чё, блядь. Да вы сука охуели. Все, блядь. Вы сука охуели. Ты, блядь, ты будешь над меня снимать? Сыр, да? Юра, идём, блядь. Я тебя сейчас раз... Я тебя избыки не могу. Поебанул. Это бомба вообще. Я никуда не видел ещё. Тёма, поставь машину. Да и не убирай. Я пусть так стоит. Сейчас пока ГАИ не приедем. Ну, что, ГАИ не очень активно они приезжают. Мы ждём уже час ГАИ вызвали. И уже час нету никого. Я не знаю, как это предотвратить. Ломать их на месте, не ломать. Я не знаю. Я на телеканаляду звали на ломат. Я на телеканаляду, 50 метров от Сан-Сити, с два счётами неадекватных пьян, которые пытаются нахать на автомобиле. Здесь вам по вызовам лекаря, но до сих пор нет. Смотри прикол, смотри прикол. Смотри, сейчас я позвоню. Неизвестный абсолютно. Да, мы просто видели, что... Смотри, сейчас как они будут осасывать, блядь. Они на месте, они уже между собой начали драться. Они пьяные абсолютно пытаются сидеть за роли. Конечно, да ты что говоришь. Товарищи, мальёд, да щас подожди. Да, щас папе посмотри. Щас, блядь, мы... Алё, да, объясни ситуацию нам. Ситуация очень хуёвая. Ты шо, блядь, сука, снимал меня, блядь? Телефон, блядь, сюда, нахуй, стёр быстро всё. Нормально всё, нормально. Я бы передёрнул сейчас сюда и, блядь, вас, сука, я расстрелял, блядь. Вы чё, блядь? Против меня, блядь? Я, сука, вас защищаю, блядь. Так, а где ты автоматский взгляд? Где ты забыл его? Конечно. Ты без него приехал? Так точно, блядь. Так как же ты защищаешь нас без автомата? В части забыл, случайно. Ну всё, ладно, мы тебя не трогаем, иди. Да ты шо говоришь? Ты меня трогаешь. Какого хуя, блядь? Какого хуя ты тут стоишь, блядь? А я, блядь, сука, вас под широкима защищаю. Ты мне расскажи. Шо? Шо тебе? Классно с девками тут гулять? Или шо, блядь? Классно, блядь? А я, блядь, на туалет, ну, реально. Классно с девками тут на пляже все гулять, балдеять? Да, пивко попивать, да? Да не трогай меня. Да? Шо? Шо, шо, шо? Подожди, хай мне что-то скажет. Скажи мне, что ты думаешь. Да подожди, хай мне ответит на этот вопрос. Тебе классно с девками тут? Пивко попивать, гулять, а? А? Скажи мне, пожалуйста, блядь. Он защищает, он защищает. Скажи мне, пожалуйста. Тебе классно? Так что-то ничего не отличного. Ты орешь с меня или шо? Ты смеешься? А пацаны, которые, сука, на ужин не пришли, Жек, извини. Блядь, я не хотел, 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 извини. Да я понял. А, вон улица, не описывай. Так что ты мне скажешь? Я скажу. Ты мне ничего не скажешь? Все. Я тебе похуй, да? Я похуй на пацанов. Да? Ты на меня смотришь, блядь. Я сюда готов разорвать. Шо? Конечно, у тебя здесь насрать на пацану и на все. Что он сказал? Хорошо вышло. Я очень извиняюсь, конечно, но у нас ситуация приобретает здесь уже такой, да, очень серьезный оборот. Люди вот пришли, агрессивные, пытаются здесь за руль, мы перегородили им дорогу, вот они лезут в браку. И как бы очень бы хотелось бы, чтобы правоохранительные органы наконец-то приняли какое-то воздействие к ним. Возможно, может быть, вызвать какой-то через вас тоже там, может быть, оперативный наряд, я не знаю, там вам виднее. Конфликтная ситуация? Конфликтная ситуация, люди абсолютно пьяные, абсолютно себя не контролируют и пытаются сесть за руль и уехать. Это 50 метров до Сан-Сити? Это 50 метров до Сан-Сити, не доезжая, да. Да, мы перегородили место своим автомобилем, вот, и хотелось бы, чтобы вы подъехали все-таки на место, пока люди здесь не поубивали никого. Хорошо. Да, спасибо большое. Вот ГАИ приехала наконец-то. Здравствуйте, инспектора. Добрый вечер. Вы, наверное, были очень заняты, я уже полтора часа вызываю вас. У нас такая неординарная ситуация. Мы сидели с друзьями на парапете, отдыхали, подъехали ребята, вот на газон припарковались. Вошли с автомобиля, ну, явно, ну, невменяемые, не в трезвом состоянии. То есть у нас на протяжении часа конфликт. Мы не даем им уехать, потому что они просто синие. Они пили пиво, мы все зафиксировали, мы также видели, как они выходили с автомобиля, кто выходил. То есть пытались до вас дозвониться, уже вызвали наряд, просто райотдела, потому что на вас надежды не было. Мы случайно проезжали, увидели вас. То есть вас даже не вызывали. Вас в лицо знаем. Нам сказали, что два патруля в Запорожье, два, и что все сейчас заняты, и что кто-то должен подъехать, мы полтора часа ожидаем. Оказывается, никто никому даже не передавал. Не, ну, нам не говорили, потому что мы с вас выдастся. И у вас не работает фара, вы видели? Нет. Ну, вы ездите без ближнего света, у вас ближний свет не работает. И включите ближний свет. Отлично, 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 ребятки, просто прекрасно. Пожалуйста, вы разите. Спасибо. Ну, вы не проживаете. Нет? У меня есть хороший подарок, который стоит побороться. Пойдемте, я вам покажу у людей там, кто, что, как. А фару надо будет там сделать все равно. Смелый. Вот, есть как бы свидетели, которые видели, что они в нетрезвом виде, кто сидел за рулем, то есть все. Я не знаю, если они там еще ожидают, конечно. Вот автомобиль, вот этих людей, вот это их Жигули. Вот эти, но водители со своим другом были здесь, просто пока все ехали, они, наверное, уже разбежались. Ну, есть, есть они на видео, есть полностью их все приметы. Нет, пацаны, надо, где они нам пройти, сказать. Надо однозначно. Ну, если девушку не найдут, то нет. Ну, ребята, правда, не меняемые, они тут уже между собой драться начали, и как бы, ну, они очень пьяные, очень пьяные. Очень пьяные, они когда еще приехали, еще среди бела дня, на газон заехали просто вот сюда. А, когда еще днем было? Это было, мы два часа уже пытаемся дождаться Гай. Там молодой, что мы сейчас вообще проезжали. Ну, смотрите, сейчас еще одна драка наклевывается. Я думаю, что они, конечно, смылись, но они были три минуты назад здесь. Мирный город Запорожье. Где-то здесь они были, я не знаю. Ну, честно говоря, я не знаю. Молодые, да? Я сейчас покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...